Комитет по лесному хозяйству Ивановской области работает старательно, но пока малорезультативно. К такому выводу пришел губернатор на заседание правительства по охране и воспроизводству лесов. Жалобы на варварское отношение к зеленым насаждениям губернатору поступают регулярно. Остаются брошенные кора, ветки, варварски срубленные деревья, почва изуродована тяжелой техникой, леса просто мертвеют, не растут грибы, ягоды, животные и птицы уходят. Это дело рук недобросовестных арендаторов. Контролировать всех у комитета попросту не хватает ресурса. Профессия лесника на грани исчезновения. За последние 3-4 года новых молодых кадров соответствующим профессиональными навыками не было вообще. Однако губернатор поручил с арендаторами вопрос уладить. Они должны содержать территорию в порядке и в плановом режиме заниматься воспроизводством насаждений. Еще одну проблемную тему затронул уполномоченный по правам человека. Вот вы в своем докладе сказали, что малый процент освоения расчетной лесосеки обусловлен тем, что в расчетную лесосеку входит мелкотоварное низкосортное насаждение лиственных пород. Тогда вот объясните мне. Я думаю, что все органы власти и местного самоуправления постоянно получают жалобы от населения на обеспечение дровами. Главы районов, я думаю, меня поддерживают. То есть, с одной стороны, расчет на лесосека не осваивается, низкосортные сорта. То есть, арендаторам эта древесина не нужна. Так отдайте людям, чтобы они нам не писали. Однако, по мнению комитета, проблем с дровами у жителей нет. К сожалению, эти лиственные насаждения низкосортные располагаются на определенном расстоянии от населенных пунктов. И жалобы от населения в основном идут не об обеспечении дровами в целом, а об обеспечении дровами вблизи к населенному пункту, в котором они проживают. А вот в Пучешском районе об отсутствии дров знают не понаслышке. Там топить в 2012 году было нечем. А начались проблемы с появлением нового арендатора. На начало топительного сезона фактически у нас было заготовлено только 30% дров для сельского населения. То есть фактически 831 заявка была не удультарена. Губернатор настоятельно рекомендовал начальнику комитета по лесному хозяйству с дровами все-таки разобраться. Сергей Валерьевич, займитесь этим вопросом. Чтобы в этом году не было проблем. Иначе будет кто-то другой заниматься этими проблемами. Да, пожалуйста. Михаил Александрович, держу вопрос под личным контролем и на Пучешский район. Другая неприятная тема – черные лесорубы. Места их визитов в комитете по лесному хозяйству знают. Однако выявляемость виновников составляет всего 42%. Хочу обратиться к правоохранителям нашим с известной в празе, где посадки. Не лесопосадки, а посадки черных у нас рубщиков, которые на территории региона продолжают работать. Разобраться со всеми проблемами Михаил Мень поручил до сентября. Воспроизводство лесов, контроль за арендаторами, борьба с браконьерами и обеспечение населения дровами. С таким объемом работы за это лето предстоит справиться начальнику комитета Сергею Яблокову. Если ему своя работа дорога. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.